Представим, что мы с вами выбрались на Луну. Мы находимся на поверхности Луны, вот здесь, и у нас с собой два предмета. Мы взяли с собой вот этот оранжевый кирпич. Это вот кирпич. Оранжевый кирпич. И также мы взяли с собой вот это птичье перо. Вот такое пирожко. Если взять кирпич и перо, поднять их и одновременно отпустить, то что же первым упадет на поверхность Луны? Из нашей с вами жизни мы знаем, что если уронить кирпич и перо, кирпич упадет вертикально вниз прямо на Землю, и сделает это весьма быстро. Он будет падать с большим ускорением. А перо будет парить в воздухе при земных условиях, правда же? Оно будет скользить в воздухе то туда, то сюда, медленно опускаясь на Землю. Так что на Земле, по крайней мере, в присутствии воздуха, кирпич, похоже, упадет первым. Но что будет происходить на Луне? Ведь на Луне атмосферы нет. И нечему оказывать сопротивление ни кирпичу, ни перу. Что же произойдет? Естественно, сперва вы скажете, применим закон всемирного тяготения. Какая сила тяжести действует на кирпич? Это можно рассчитать. Сила тяжести, действующая на кирпич, равна большой G, умноженной на массу Луны. Обозначим ее как ML, умноженной на массу кирпича, и деленной на квадрат расстояния между кирпичом и центром Луны. На квадрат расстояния между кирпичом и центром Луны. Вот воздействующая на кирпич сила. Какая сила тяжести будет воздействовать на перо? Или иначе, сколько будет весить перо на Луне? Повторим расчет. Сила, действующая на перо, равна большой G, умноженной на массу Луны, умноженной на массу пера, массу пера и деленной на квадрат расстояния между центром пера и центром Луны. Вот расстояние, возводим его в квадрат. Итак, оба эти выражения содержат одинаковую часть. G на массу Луны, деленная на квадрат расстояния от этой точки до центра Луны. Выражения совпадают. Поэтому мы их заменим. Назовем это гравитационным полем Луны. Если применить это число к любой массе, то получится вес предмета на Луне, или же силы тяжести, направленные вниз на этот предмет на лунной поверхности. Итак, это гравитационное поле Луны. Обозначим его как GL. И это учитывает все перечисленные свойства. Упрощая, получим, что воздействующая на кирпич сила в лунных условиях будет равна этому GL, который отличается от привычного нам показателя G, силы и притяжения, или иногда ускорения притяжения на Земле. Но мы говорим о Луне, поэтому обозначим как G с маленьким L. Итак, сила равна GL на массу кирпича. Для пера сила равна тому же, то есть GL, умноженному на… На что? Умноженному на массу пера. Правда ведь? Итак, для пера сила равна тому же, то есть GL, умноженному на массу пера. Мы обоснованно можем предположить, что масса кирпича больше массы пера. Итак, масса кирпича больше массы пера. Каковы будут относительные силы? У нас здесь произведение большей массы на константу, а здесь меньшей массы на константу. Итак, если масса кирпича больше массы пера, то, очевидно, действующая на кирпич сила тяжести больше, чем действующая на перо сила тяжести. Таким образом, из всего этого можно предположить, что если сила, прикладываемая действием перетяжения Луны к кирпичу, больше, то он будет падать с большим ускорением. Но надо помнить, что у кирпича не только больший вес, то есть действующая сила, но и большая масса. Мы помним, что чем больше масса объекта, тем меньше ускорение придает ему данная сила. Так что действительно определяющим скорость падения показателем является ускорение. Давайте рассчитаем ускорение. Сделаем это нейтральным цветом. Сила равна массе, умноженной на ускорение. Чтобы узнать ускорение кирпича или, говоря иначе, разделив обе стороны на массу, мы получим, что ускорение равно силе, деленной на массу. Ускорение – показатель векторной, как и сила. Итак, ускорение, повторюсь, показатель векторной. В этом примере мы не используем никаких реальных значений. Если бы мы использовали реальные значения, то отрицательные числа обозначали бы направленные вниз силы, а положительные обозначали бы направленные вверх силы. Здесь обойдемся без знаков. Но представьте, что направление задано. Каково же ускорение кирпича? Это маленькая «к». Ускорение кирпича будет равно действующей на кирпич силе, деленной на массу кирпича. Итак, ускорение – это действующая на кирпич сила, деленная на массу кирпича. Но действующая на кирпич сила, как мы знаем, равна вот этому значению g, маленькой g, на Луне. То есть воздействуя гравитационного поля на массу кирпича, деленному на массу кирпича. Поэтому ускорение кирпича на Луне, то есть выражение действия силы тяготения, будет равно m, делённое на g. Вот как кирпич будет ускоряться на Луне. Теперь проделаем то же для пера. Видите? К чему это? Ускорение пера будет равно воздействующее на перо силе, делённое на массу пера. Действующая сила равна m, делить на g, где g — это gL для Луны, делённое на массу пера. Делим на массу пера и получаем, что значение ускорения такое же. Они будут ускоряться одинаково в направлении вниз и таким образом достигнут поверхности Луны одновременно. Поскольку они одновременно падают с одинаковой высоты, их скорость на момент падения будет равна. И они упадут одновременно, несмотря на большую массу кирпича. Итак, поскольку масса кирпича больше, его притяжение к Луне также окажется больше. Однако из-за этой же самой массы его ускорение получается таким же, как и у предмета с меньшей массой. Таким образом, любая масса на одном уровне от поверхности Луны будет испытывать равное ускорение. Естественный вопрос — то, что справедливо для Луны, должны быть справедливы и для Земли. Так? Верно. Если повторить эксперимент в помещении, откуда выкачан воздух, чтобы избежать сопротивления воздуха, то одновременно отпущенные кирпич и перо упадут абсолютно одновременно. Хотя падение пера со скоростью кирпича противоречит привычному опыту, но в вакууме будет именно так. По этой причине вот здесь указано то различие, из которого мы говорим о вакууме. Вся разница между кирпичом и пером вызвана сопротивлением воздуха. Если взять кирпич или нечто такой же массы, как кирпич, и расплющить его для повышения сопротивления воздуха, при этом масса останется прежней, то такой предмет будет падать медленнее из-за большего сопротивления воздуха. Он будет сталкиваться с большим количеством воздуха, тормозящего его на пути падения. А если взять перо и смять его очень плотно, чтобы вся масса пера стала как можно компактнее, то этот предмет станет падать гораздо быстрее. Так что подлинная причина разницы в скорости падения — в сопротивлении воздуха. В его отсутствии ускорение падения будет одинаковым. Воздух оказывает двоякое влияние. Для одинакого давления, то есть если два предмета одинаковой формы, более тяжелый будет падать быстрее, так как он будет прилагать большую силу к воздуху, преодолевая его сопротивление большим создаваемым давлением. Для объектов равного веса тот, который имеет более аэродинамическую форму, упадет быстрее, с меньшим сопротивлением прорезая воздух. Прямо сейчас у себя в комнате вы можете поставить эксперимент. Возьмите книгу и уроните вот такую книгу и просто уроните ее. А далее возьмите лист бумаги, открытку или что-то подобное и тоже уроните. Очевидно, открытка будет падать значительно медленнее книги. А если положить открытку сверху книги, чтобы книга преодолевала все сопротивление воздуха, вы увидите, в таком положении они упадут совершенно одновременно. Проверьте сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...